Всем добрый день. Действительно мы с вами затронули очень интересную и важную тему. В настоящее время ипотека зачастую является одним из самых востребованных финансовых инструментов для приобретения недвижимости. Данный факт подтверждается статистикой нашей компании, согласно которой показатели доли ипотечных сделок стабильно держатся в диапазоне от 65% и до 83%. Несомненно, одним из самых ключевых факторов стабильно высокой доли ипотечных сделок в последнее время являются меры поддержки, предоставляемые государством. И одной из таких мер является федеральная программа льготной ипотеки с господдержкой, которая предусматривает выдачу ипотечных кредитов по льготной ставке не более 6,5%. Программа эта внедрялась для повышения спроса на первичном рынке недвижимости, чтобы ипотечные кредиты стали более доступными для населения. И если говорить о сегодняшнем дне, то со 2 июля 2021 года программа немного изменилась, изменились условия предоставления льготной ипотеки, а конкретно уменьшила сумма ипотечного кредита. Это стала сумма до 3 миллионов рублей, изменилась базовая ставка, она немного увеличилась до 7% годовых. И вместе с тем в Нижегородской области банки предоставляют дисконты и собственные ставки, которые варьируются в диапазоне от 5,7% и до 6,5%. Поскольку столица Нижний занимает лидирующие позиции на рынке Нижнего Новгорода, то ведущие банки-партнеры предлагают для наших клиентов дополнительные преимущества по ипотечным ставкам, а именно предоставлять скидки. И диапазон этих скидок от 0,1% до 0,3%. Еще одна важная мера поддержки это программа семейной ипотеки, которая уже успешно действует в России несколько лет. Она позволяет семьям, в которых есть даже один ребенок, родившийся после 1 января 2018 года, получить ипотеку по льготной ставке. Каковы же условия льготной семейной ипотеки? Для Нижегородской области сумма кредита составляет 6 миллионов рублей. Ставка до 6% годовых. Но, опять же, банки предлагают индивидуальные программы, по которым ставки ниже. Например, Банк России предоставляет ставку 4,5% годовых. Или возьмем с вами условия промсвязь банка. Здесь ставка 4,85% годовых. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% цены договора за счет собственных средств, в том числе полученных из федерального или местного бюджетов. Договор на приобретение квартиры должен быть заключен с юридическим лицом, являющимся первичным владельцем готового жилья, либо застройщиком строящегося жилья по 214-му федеральному закону. Кроме этого, семья, в которой родился ребенок, может рефинансировать существующий кредит на квартиру, приобретенный в период действия программы, то есть с 1 января 2018 года. На что я хотела бы обратить внимание. Банки не накладывают никакие ограничения на количество взятых ипотечных займов по программе льготной семейной ипотеки, но при условии соблюдения требований банка по платежеспособности заемщика. Семейная ипотека может быть для вас еще более доступной с использованием материнского капитала. Материнский или семейный капитал, он выдается семьям, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй, третий, четвертый или любой последующий ребенок. А также семьям с одним ребенком, который появился с 1 января 2020 года. Такие семьи могут использовать материнский капитал в качестве первого взноса при покупке квартиры в ипотеку или на досрочное погашение ранее полученного жилищного кредита. В этом случае воспользоваться материнским капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка, а не ждать, пока ему исполнится 3 года. Подать заявление об использовании материнского семейного капитала для оплаты ипотеки можно непосредственно в банке, в котором получен кредит. Давайте посмотрим, каковы же суммы материнского капитала в текущем году. Для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года, это сумма 483 881 рубль 83 копейки. Для семей, в которых второй ребенок или последующие дети появились с 2007 года по 2019 год, это сумма такая же, то есть 483 881 рубль 83 копейки. Для семей, в которых второй ребенок или последующие дети появились с 2020 года, эта сумма выше, и здесь она уже составляет 639 431 рубль 83 копейки. Эти суммы действительно, если соответствующее право на материнский капитал еще не было реализовано. Воспользоваться сертификатом на материнский капитал возможно только один раз. Есть еще больше возможностей для многодетных семей выгодно купить квартиру. То есть, семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок и последующие дети, они могут получить от государства еще дополнительно 450 тысяч рублей в счет погашения ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей. И эти деньги также могут быть направлены на покупку квартиры в строящемся доме по договору долевого участия. Таким образом, вместе с материнским капиталом и выплатой по программе софинансирования ипотеки многодетные семьи с тремя или более детьми могут получить от государства на покупку квартиры в новостройке более 1 миллиона рублей, при условии, что соответствующее право на материнский капитал ранее еще не было реализовано. Это, конечно, не все ипотечные программы, которыми вы можете воспользоваться при покупке квартиры. В описании к этому видео есть ссылка на страницу вебинара, где вы можете получить наш гайд по всем актуальным ипотечным программам. Спасибо большое вам за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.